Всем здравствуйте! Рада приветствовать вас на своем канале. Во-первых, хочу поблагодарить все, кто проголосовал за расклады. Те расклады, которые либо сейчас, на данный момент вам неинтересны, либо, я не знаю, все какие-то обстоятельства вам неинтересны. Я их удалила, оставила примерно там список из восьми раскладов, но он будет постоянно пополняться и моими какими-то идеями, и людьми, с которыми я сотрудничаю. Кому я очень благодарна, кстати, за идею раскладов. В общем, впереди ожидается много интересных тем. На мой взгляд, я решила сконцентрироваться больше на этом моменте, тщательно выбрала. Ну, в общем, вам всем огромная благодарность. Сегодня буду работать на колоде Таро Театр Кукол. Неоднократно говорила, не очень люблю эту колоду, но не люблю, когда что-то лежит без дела. Тем более в колодах, стараюсь ими всеми пользоваться. И сегодня мы попробуем, не попробуем, а поработаем и на метафорических картах. Да, колода про тебя, женская колода. Вот, и это все о нем. Мужская колода метафорических карт. Потому что я знаю, что меня смотрят мужчины, и я им хочу выразить свою огромную благодарность. Почему? Потому что, ну, не знаю, в моей голове ассоциация мужчин больше с такими, знаете, людьми-добытчиками, которые уходят, работают. И, наверное, нет времени для того, чтобы смотреть расклады. Ну, кто знает, расклады мои все-таки направлены на самопознание. Так, я, как вы понимаете, специально с вами разговаривала для того, чтобы подготовить колоды. Не хотела их подготавливать заранее. Вот, будем с вами сегодня смотреть расклад, что я себе задолжала, либо задолжала. Посмотрим. Мне просто даже самой интересно, да, что мы себе задолжали. Так, колоды готовы. Позиции вы видите. Мои услуги, кому необходимы, нажимайте на ссылку в описании к ролику «Мои услуги». Там написано и про курс, там обучение оторв. Он в записи теперь доступен многим. Можете его покупать по блокам. Да, не обязательно весь курс. Можете покупать отдельно «Малые арканы», либо отдельно «Практику раскладов», либо отдельно «Великие арканы». Также прекрасный курс «Древо жизни». Недооцененный курс «Пимандер» с очень глубокими-глубокими знаниями. Кстати, для спонсоров сегодня, для спонсоров третьего уровня, да, которые просматривают эфир, и сегодня вечером будет эфир, в котором я буду рассказывать, скорее всего, пересказывать одну из глав книги Платона, которая называет «Государство», пускай не пугает тех людей, которые не знакомы с философией, что это все так мудренно. Эта глава, она особенная, по крайней мере, для меня в этой книге, потому что она имеет отношение как раз-таки к перерождению душ, да, то есть реинкарнации. Если кто-то считает, что это достаточно новое введение, то могу сказать, что в эпоху, когда существовал, жил Платон и работал, вот в своей книге как раз-таки он очень подробно рассказывал, и есть моменты в этой главе, где те знания, о которых говорит Платон, в наше время только начинают получать подтверждение научные, не просто технические, ну, либо как мифы, а действительно научные, и это, по крайней мере, у меня вызывает какое-то такое, знаете, восхищение, как так, да, 345 года нашей эры человечеству, да, в данном случае, я имею в виду про Платона, да, было известно о реинкарнации, было известно о каких-то астрофизических феноменах, о которых только сейчас мы получаем подтверждение, вот, и чем больше я это изучаю, тем больше я понимаю, насколько мало мы знаем, и насколько идея о реинкарнации, на самом деле не идея, она получает все больше и больше подтверждений. И об этом будет сегодняшний эфир, про, будем рассматривать о пути нашей души, как душа, куда идет, где это место, существует ли чистилище, как выбирается путь души, и это одна из небольшой части, которую я буду рассказывать на протяжении нескольких эфиров, потому что за один эфир я не смогу рассказать всю ту глубину, которая описана в одной главе, всего лишь, и то, это не целая глава, а часть ее какой-то, какая-то, часть девятой главы, последней девятой книги. Вот, ну, а мы с вами приступаем, причем на дне здесь написано, некорректно задан вопрос, да, то есть наверняка не совсем корректно, я вам про это рассказываю, но, а, и еще один такой момент, и мы перейдем к раскладу, поскольку я заговорила про спонсорство, если кто-то слушает вступление, да, и хочет стать спонсором, кнопочка под видео сразу с левой стороны, ну, так как вы смотрите справа, и там, где подписаться, если у вас эта кнопка не отображается, это говорит о том, что, а, либо в вашем регионе нет такой возможности, да, то есть, ну, это настройки Ютуба непосредственно, либо вы смотрите с Apple, то есть, яблоко почему-то не отображает, особенно если вы на телефоне смотрите с телефона марки Apple, то там не изображается эта кнопка, я не знаю, с чем это связано, вам нужно будет либо на компьютер перейти, либо на ноутбук, вот, и она отображается, то есть здесь вот как-то помочь, что в одном случае, что в другом я не могу, по крайней мере, в других случаях мне неизвестно, по какой причине эта кнопка может не отображаться, вот, ну, давайте приступим, что я себе задолжал, задолжал, отодвигаю в сторонку две позиции, мы с вами приступаем к позиции номер один, голубенькие камешки, нет, все-таки я в сторонку вот сюда отпожу, что я себе задолжал, единички задолжала, возрождение, да, возрождение, здесь такое ощущение, да, что вот в вашей жизни, либо сейчас наступает весна, либо вы как будто бы ожидаете в предвкушении чего-то нового, здесь вы себе задолжали какое-то обновление, да, какую-то новизну, причем здесь не про получение каких-то ваших результатов, то, во что вы вкладывались, а здесь вот именно эмоциональное такое, какое-то обновление ощущения того, что не хватает красок в жизни, не хватает, знаете, такое ощущение некой, в кавычках, старости, да, когда все засохло, не хватает воды для того, чтобы какой-то, вот, знаете, старый корень пророс, да, дал свежие какие-то ростки, то есть не хватает здесь эмоций, не хватает ощущений, не хватает этого полета. Улыбаюсь, почему? Потому что идет такая информация. Вы знаете, удовлетворенная женщина, да, это вот к женщинам сразу, у нее и мир как-то выглядит иначе, то есть сексуальная жизнь для именно удовлетворенной, удовлетворенная женщина хорошим таким сексом, первое, появляется, знаете, это гормональный процесс, и с гормонами у нас связан как раз таки и наше настроение, поэтому какого-то вот такого, знаете, обновления не хватает. Если мы говорим про мужчин, то здесь не хватает, знаете, каких-то планов, каких-то идей, возможно, вам не хватает какой-то поддержки, может быть, даже и женской какой-то поддержки, веры, веры в вас, да, то есть здесь какой-то вот окрыленности не хватает. Что еще вы задолжали себе, плоды четверкоматерии, да? Вот наслаждение с одной стороны вообще жизнью, я могу сказать, а с другой стороны, знаете, умение как будто бы, здесь земная стихия идет, да, наслаждение своими трудами, то есть ощущение того, что либо вы не замечаете, да, каких-то своих результатов, того, чего вы уже добили, знаете, вот здесь не про погоню, а здесь вот какая-то вот одержимость, да, я хочу, я хочу это получить, этот результат, и я прикладываю здесь силы, да, какой-то некий такой трудоголизм, причем в этот момент мы как будто бы теряем какие-то мгновения удовольствия, наслаждения, то есть в погоне за какими-то результатами, за своими желаниями, да, мы теряем какие-то здесь состояния и ощущения. Кто-то, может быть, действительно уже хочет, либо не умеет, здесь, смотрите, здесь две ветки развития, либо вы не умеете наслаждаться плодами своего труда, либо давно как-то пробуете, пробуете и не приходите к тому желанному результату, который бы вас удовлетворил, да, здесь такое тоже может быть. Так, ладно, давайте посмотрим для, так скажем, отдельно, да, для мужчин и для женщин тогда, что вы себе, мужчины, задолжали. Вот, знаете, ощущение, некой такой победы, да, что я победитель, что я на вершине, что... как будто бы, знаете, я альфа-самец, и здесь еще может быть такое ощущение, что вам не хватает вот этого, знаете, чувства, как это, заботы, но забота, она такая вот здесь бытовая, а я говорю про ощущение того, что он, знаете, как в природе, это моя самка, да, то есть вот я пометил это, это моя территория, это моя самка, да, то есть забота о семействе, но не в плане, опять-таки, знаете, вот принести там деньги для, как на хлеб насущий, да, чтобы выжить, а вот это вот ощущение гордости, да, что я альфа-самец, и я возглавляю какой-то вот определенный клан, да, я возглавляю, я глава семейства, то есть вот это вот внутреннее удовлетворение, да, подтверждение того, что я являюсь главным, но это не эгоистическое, а здесь вот это вот, знаете, ощущение, что вот именно подтверждение каких-то своих мужских качеств, что то, что я делаю, да, я мужчина, только я могу это сделать, потому что я мужчина, потому что у меня, у меня есть те навыки, те способности, которых нету у женщины, да, но здесь не, опять-таки, в контексте себя любия, а здесь именно в контексте какой-то вот общности, да, именно в контексте семейности, то есть это может быть, допустим, и профессиональная ваша сфера, но тогда в таком случае здесь будет, как будто бы, знаете, уважение ваших, как этих, либо партнеров, да, либо подчиненных вас, я почему улыбаюсь, потому что у меня идут такие слова, что, как это, блатной жаргон, да, я крышую этих людей, да, то есть они подо мной ходят, вот я не знаю, насколько это так понятно будет, вот здесь вот это вот ощущение, что не то чтобы вас бояться, а вас уважают, и вы вот получаете внутреннее удовлетворение, да, своей нужности, да, своей альфа-самцовости, то есть вот здесь, видимо, долгое время вот этого ощущения не было. Может быть, вы по природе своей одиночка, самостоятельный такой человек, которому, ну, проще отшельник, да, которому проще жить в одиночку, а сейчас такое вот, знаете, вот как с весной, я говорю, вот это вот возрождение, ощущение, что я хочу создать что-то свое, что я буду возглавлять, я буду заботиться об этом, а менее слабые, да, будут мной, как вот, знаете, восхищаться и ощущать себя в безопасности, то есть я могу подарить безопасность. Вот здесь вот какие-то такие ощущения идут. Да, что вы еще себе, ну, здесь, смотрите, опять-таки, карта такая, которая говорит о том, что где-то вот ваша душа, она, сколько мужчины кажутся такими, знаете, терминаторами, да, серьезными, такими, сильными, мощными, и как будто бы у них нет возможности показывать свою слабину, вот здесь вот ощущение того, что вы либо действительно очень много работаете и не ощущаете вот этот вот тыл, я говорю, то, что вас наполняет, да, когда какие-то, не знаю, может быть, это и материнские какие-то качества, но здесь вот больше какой-то бы женской энергии не хватает, восхищение вами, может быть, опять-таки, либо вы много работаете, где-то устали, где-то уже ваши жизни появились, ну, то есть вы живете уже как будто бы на автомате, поэтому вот это, знаете, чувство охотника тоже, да, такое тоже может быть, то есть вам тоже такого не хватает, но здесь очень много работы, потому что робот, робот это автоматизм, это когда в вашем случае уже не то, чтобы вы управляете, да, этим роботом, а здесь какая-то рана присутствует, да, то есть я как будто бы, ну, я не знаю, может быть, в личной жизни у меня не все складывается так, как я хочу, то есть мне не хватает, тоже как мужчины, да, вот этих вот состояний, которые я озвучила ранее, и я ухожу, ну, то есть компенсирую вот эту вот свою непокрытую потребность через работу, да, через вкладывание в какое-то свое дело, и, ну, оно мне все равно не приносит удовлетворения, да, то есть я как будто бы забываюсь, да, здесь, ну, здесь вот такое ощущение, да, что я хочу в омут с головой, да, я хочу окунуться, причем, знаете, вот в этот комфорт, этот уют, который может создавать женщина, когда мужчина возвращается с работы, да, то есть он во внешнем мире повоевал, и он приходит домой, и он понимает, что вот здесь вот моя семья, вот здесь мой тыл, да, может быть, где-то там дети кричат, вот такая, вот знаете, вот бытовая жизнь, но она радостная, да, то есть вот ради этого стоит жить, да, то есть не ради тех денег, которые я заработаю на себя, потрачу, и мне, в принципе, ничего-то и не надо, а вот ради вот этого, да, то есть ради вот этого стоит возвращаться домой, да, когда у женщины хорошее настроение, когда она улыбается, когда ты можешь вот прийти и расслабиться, и ты понимаешь, что вот это вот мой дом, да, и этот дом создает именно уют, создает именно женщину, то есть вот каких-то таких, я не знаю, что-то с домашностью, то ли вы выросли, да, доросли до создания семьи, если у вас ее нету, либо кто-то, наоборот, в разводе, может быть, хочет создать вторую семью, а у кого-то, может быть, даже есть семья, но вот этих ощущений, да, может быть, за рутины, за бытовой какой-то жизнью, с годами, если вы долго в браке, появляется какая-то такая, ну, обыденность, да, и рутина, а хочется вот что-то другого, вот что-то другого, то есть здесь я сразу могу сказать, если вы женаты, и у вас есть семья, и у вас есть эта потребность, да, будьте немножко, и вы цените, любите свою жизнь, будьте внимательны, потому что вот на таких энергиях очень легко ввязаться в какие-то любовные романы, которые, безусловно, вас наполнят эмоционально, но причинят вам еще кучу проблем, поэтому, ну, то есть не ввязывайтесь, всякие треугольники, хотя, если вам нужен адреналин, ну, я не считаю, что здесь нужен адреналин, здесь энергии немножко другие, здесь больше такие вот семейности, да, клановости, то есть мне здесь идет, знаете, образ мудреца, который является главой племени, да, то есть у него есть и мудрость, к нему приходит и за советом, и за знанием, и при этом его уважают где-то, может быть, в чем-то побаиваются, но и восхищаются в том числе, и вот это вот чувство внутреннего удовлетворения, что жизнь удалась, да, то есть я как мужчина состоялся, вот здесь вот какие-то такие ощущения идут, но если мы рассмотрим женщину, да, что вы себе задолжали, и мы говорили о плодах, о плодах, да, какие плоды вы хотите получить, да, ну, смотрите, карта, то, что я говорила, да, земля сухая, высохшая, то есть женщина уже взрослая, да, как будто бы ей не хватает вот этой гибкости, тоже не хватает эмоций, то есть морщины, знаете, когда появляются на лице, например, да, от чего? От того, что не хватает жидкости, да, то есть не хватает гибкости в коже для того, чтобы, ну, то есть она сухая, и поэтому появляются вот эти вот трещины, вот здесь вот примерно такое состояние, трещины вашей души появились, да, то есть не хватает, хочется, хочется пойти, вот здесь море впереди нарисовано, да, то есть вот это вот выжатая, уже мертвая земля, не плодородная, хочется какого-то такого обновления. Что вы еще себе задолжали? Ну, вот выйти из тени, да, здесь у меня такое ощущение, что у женщин есть какая-то, вот если у мужчины были отшейники, это у женщины, у меня примерно тоже такие, да, где-то, возможно, вы устали от своего отшельничества, от своего уединения, отдаления. Здесь не обязательно фактор того, что вы вне семьи, без пары, а здесь ваше внутреннее ощущение, что вот как будто бы ваша зима в состоянии души, да, вот это вот замерзшее, хочется растопить, растопить и чтобы снова как-то наслаждаться жизнью. Что именно хотите растопить? Вот сказала растопить. Смотрите, как карты хорошо говорят. Девушка, которая стоит под водопадом и очищает, да, свои руки. Хочется, знаете, растопить свое сердце, мне так хочется сказать, от каких-то старых обид, от какой-то здесь энергетической грязи, да, то есть то, что в принципе вам не свойственно. Да, в какой-то момент это было, да, это был какой-то опыт. Он нужен был, даже если он был неприятный, он нужен был. И вот здесь вот как будто бы очиститься от чего-то такого старого, да, для того, чтобы, смотрите, очиститься, говорю, от чего-то такого старого. Посмотрите, опять-таки кувшин, да, где-то земля с трещинами, тоже такая сухая. И вот там, где стоит кувшин, там как раз-таки проросла земля. То есть там, где есть, причем кувшин с водой, там, где есть эмоции. То есть здесь как будто бы ощущение того, что хочу заново окунуться вот в эти вот переживания. Где-то, может быть, в бабочках. Не случайно я сказала, да, про секс прям вот почувствую вот это вот удовлетворение, да. Ой, как хорошо это было. И прям меня наполнило, и улыбка появляется, и ощущение вот какой-то влюбленности. И вот смотрите, о чем говорит кара. Карта о партности, да, когда девушка села на мотоцикл, и мужчина ее повез, да. То есть когда есть возможность довериться, здесь вопрос довериться жизни, что жизнь меня выведет туда, куда нужно. То есть если говорить, я подытожу и скажу, что не хватает, независимо от того, мужчина вы или женщина, здесь вам не хватает состояния, состояния удовлетворенности. Вы себе задолжали. Какие-то эмоции, какие-то переживания, наслаждения, попробуйте себе это дать. Это была первая позиция. Так, мы с вами переходим к позиции номер 2, красненькому камешку. Что вы себе задолжали, двоечки? Давайте посмотрим. Что вы себе задолжали? усилия, да. Усилия и интерес. Здесь как будто бы, знаете, очень много трудитесь над чем-то. Неважно, это не обязательно работа или какое-то дело. То есть здесь труд, он в вашей голове, да. Здесь мыслительный какой-то вот процесс. То есть то, к чему вы прикладываете какие-то усилия, и вам не хватает какой-то легкости. Очень много, как-то, знаете, этапов либо ситуаций в вашей жизни в последнее время, да, когда все как-то трудно, надо преодолевать, надо что-то делать, совершать. И вот не хватает какой-то такой легкости, знаете, чтобы ситуация сама с собой сложилась. Здесь чувство, как, знаете, перепрыгнула одну гору, потом вторую гору, потом третью. Уже, боже, что за путь я выбрала, на котором одни горки. Уже хочется так, чтобы вы их не перепрыгивали, а, знаете, вот с горки скатились, особенно зимняя такая заснеженная горка, сел на сани и поехал, да. То есть, в принципе, поскольку это вот под наклоном, вы на автомате скатываетесь вниз, да, вот на этих санях. То есть, вот как будто бы, чтобы по маслу что-то шло, вот не хватает какой-то налаженности, слаженности в вашей жизни. И это связано с тем, что вам как будто бы пока, пока как-то вот, ну, ничего не интересно. Возможно, это еще и зима так влияет на вас, да. Такое состояние, что вот не хватает интереса, не хватает какой-то любознательности. Ну, куда ни посмотрю, да, ладно. Как будто бы, знаете, сил не отощения того, что вы всю свою силу, всю свою энергию прикладываете к достижению чего-то, либо решения каких-то задач, да, либо преодоления чего-либо. И отсюда вам не хватает какого-то ресурса для того, чтобы увидеть, ну, чем-то другим интересоваться. То есть, такое ощущение, что вот вы полностью сфокусировались, сконцентрировались на чем-то одном, и вам не хватает вот это вот, знаете, азарства детского, какого-то такого огонька, запала, может быть, любознательности, да, вот интереса. Вы как будто бы в чем-то потеряли интерес. В данном случае вот к жизни потеряли интерес, потому что слишком заматерели, хочется сказать, не знаю почему, либо слишком заземлились. И вот не хватает этого, не хватает интереса. Не хватает игривости. Как-то вот более проще, что ли, более легче относиться. Знаете, вот не создавать какие-то ситуации, здесь ощущение того, что больше в голову пошли, вот, а вам здесь как будто бы это не свойственно. И вот вам не хватает, скорее всего, вот этого вашего прошлого опыта, когда, знаете, словили просто волну, и на гребне этой волны плывете по течению. То есть вы как будто бы следуете за жизнью. То есть вам не хватает, не знаю, может быть, каких-то людей, которые бы вас вытащили из этого состояния. Может быть, каких-то событий. Вот чтобы все было как-то проще, легче, с чем связано вот это вот усилие, которое вы прикладываете. Ну вот трудолюбие, да, король педакли. Либо работаете очень много, да, либо как-то акцент больше сделали на фундаментальность, на стабильность, на постоянство. Может быть, бытовая какая-то ваша жизнь, рутина вас поглотила. Вот. А хочется, так, знаете, некой такой игривости, да. То есть я утром проснулся, я не буду планировать свой день. Я просто буду его проживать, вот как вот ощущу, да, по ощущениям. Вот куда меня потянет, на что меня позовет, да, вот туда я сказал слово позовет, улыбаюсь, да. Куда зовет меня здесь. Вот прям такая какой-то, как-то не то чтобы игривость, а такой, знаете, есть такой азарт некий, да. А что там скрывается за следующим поворотом? То есть вот таких вот состояний и ощущений вам не хватает. Давайте мы теперь посмотрим мужчин, что вы себе отдельно, да, почему-то хочу посмотреть. Женщина, что вы себе задолжали. Мужчины. Интересная карта здесь такая. Я не могу понять, в какой роли вы выступаете. Здесь женщина-ведьма, которая колдует над костром, и мужчина, который с мечом, значит, сидит и смотрит на работу этой женщины. То есть здесь может быть какая-то вот, знаете, либо наблюдение здесь, как бы так сказать, какой-то вот, как партизаны, да, которые наблюдают, не активничают, какой-то вот пассивной позиции, но больше такой исследовательской, да. То есть мне показывает, вот как будто бы, если вы предприниматель, да, не хватает того, как ранее вышел исследовать рынок, да, посмотреть, а что вообще есть, какие продукты, как они продают, что нового есть. То есть такое ощущение, что, знаете, вот вы были вовлечены очень долгое время в свою работу, какой-то свой процесс, и вы упускаете тот момент, допустим, что происходит сейчас на рынке, насколько он обновился, да, вот здесь какие-то такие ощущения. Либо, например, все, что связано со знаниями, да, чем сейчас люди интересуются. То есть здесь не хватает каких-то наблюдений, может быть, вообще наблюдений за жизнью, да, может быть, за наблюдения за работой других каких-то профессионалов, да, вот здесь что-то такое идет. Кто-то, может быть, действительно, знаете, не хватает встречи с вашей мамой, может быть, давно не были в гостях у матери, потому что здесь какая-то, знаете, такая материнская забота, не женская, а вот именно материнская в какой-то вот безопасности. Да, безопасности, знаете, вот расслабления. Даже когда вот мы смотрим, да, на огонь, на воду, на работу другого человека, вот здесь вот вам не хватает вот этой вот расслабленности. Вы себе как будто бы, может быть, отдыха тоже себе задолжали. Но здесь не столько отдых, сколько расслабленности, сколько ощущения того, что, знаете, вот здесь напряжение. Когда слышишь? Так, что происходит сегодня в поле? Слишком много энергии сексуальной. Напряжение снять, да, вот здесь вот очень сильное напряжение. Выражение, да, снять напряжение, у меня почему-то идет в сексуальном подтексте, вот, для мужчин. Может быть, для кого-то для вас и актуально это тоже. Но, а так вообще, действительно, знаете, знаете, ощущение того, что долгое время были напряжены. Я же говорю, вот, сконцентрирована как-то вот на своей работе, и у кого-то, вот у меня такое ощущение, знаете, что вот у вас тело каменное, не потому, что вы занимаетесь спортом, а от перенапряжения. У кого-то, знаете, вот судороги, может быть, даже схватывает. У кого-то такое, знаете, ощущение, что много-много блоков в теле. Именно энергетических, вот каких-то таких застов не хватает расслабленности. Что вы себе задолжали? Да, вот здесь вот смотрите, вы задолжали себя. Здесь мужчина смотрит в колодец и видит в нем женщину. Вы задолжали себе погружение именно в свое какое-то бессознательное, да, и принятие каких-то женских энергий, в данном случае пассивных. То есть вам как будто бы не хватает пассивности, слишком много активничали, слишком много работали, слишком много вкладывали, слишком много действовали. То есть в жизни все должно быть в балансе, да, то есть за каждым вдохом у нас идет выдох, вдох-выдох, да, то есть активность-пассивность. И вот у вас пошел перекос, вот вам не хватает вот этой вот пассивности, вот этого вот выдоха, да, отпускания, расслабления, безопасности, ощущения того, что иногда нужно отпустить, да, иногда в чисто в стратегическом моменте, да, нужно где-то уступить, нужно отойти назад, где-то возможно проиграть в чем-либо, да, для того, чтобы сделать какие-то определенные, то есть отступления не в контексте проигрывания, да, что я проиграл, а в контексте разбега для следующего прыжка. Вот здесь вот вам не хватает какой-то пассивности и наблюдательности. Если мы не говорим во внешнем мире касательно работы, то в контексте самопознания вам не хватает как раз-таки каких-то женских вот этих качеств, гибкости, может быть, где-то, да, спокойствия, пассивности, где-то, может быть, прислушиваться к своей интуиции. Здесь какой-то вопрос у вас связан с женщинами, да, с женщинами связан. То есть здесь, может быть, кому-то не хватает, да, вот этих... Здесь какой-то... Знаете, если у вас какие-то сложности с работой на данном этапе, то это связано как-то с тем, что вам не хватает идей. Но идей и вот этого вот творчества вам не хватает. Это как раз-таки вот женские вот эти вот качества, да, идеи, воодушевления, какие-то фантазии, представления. Либо здесь есть какие-то моменты, которые именно сейчас у вас всплывают. Если вы не можете создать семью, ну, либо не можете найти себе партнера для души, вот именно женщину, да, то здесь вот какие-то вопросы именно с матерью у вас связаны. Почему? Потому что мама – это тот человек, через которого мы познаем тактильный, да, чувствительный мир. То есть первые этапы именно сосательные, когда мы вкушаем жизнь, вот это вот молоко материнское, да, и у нас создается коннект как контакт, у нас создается контакт с матерью, с миром. То есть вот здесь вот такое ощущение, что вы как будто бы не находитесь в контакте с миром, потому что не все как-то, есть какие-то сценарии материнские, либо отсутствие матери, либо вот этой вот энергии, заботы. То есть у вас здесь как-то дезориентация произошла. То есть даже если у вас мама там, я не знаю, живая, либо была, неважно. Вот здесь вот этап сейчас связанный как раз-таки с доверием, и второе вот именно с ощущениями, да. У вас как будто бы сейчас не работает чуйка, нет вот этой вот интуиции, и как в работе, да, так и вообще к жизни. То есть вы как будто бы, это этап, вы как будто бы потеряли ориентир, ориентир, а куда мне нужно идти, а что мне нужно делать. Вот здесь вот эту вот чуйку восстановить нужно через именно контакт вот с материнскими, не столь женскими, сколько с материнскими вот этими энергиями, да, когда мама нас учит понимать мир через чувства, через состояние. Здесь такое ощущение, что вот эта часть вас, она не развита. она как будто бы вот в каком-то потенциале есть, да, но вы не умеете выражать свои чувства, не умеете говорить про них, для себя даже не можете себе признаться в том, что вы чувствуете, не потому что вы боитесь, а потому что вы не знаете, как обозначить то, что с вами сейчас происходит. То есть вот здесь вот такие моменты тоже могут быть. И отсюда вот эта вот пассивность вам возможно дана для того, чтобы вы понаблюдали за собой, где вот эти вот качества, которые вам надо, с которыми вам надо сейчас поработать. Что касается женщин, что вы себе задолжали. Интересный такой запрос, я говорю, что вы должны задолжали, а здесь мне показывают того, что вот вам как будто бы не хватает чего, что-то. Что женщина здесь себе задолжали. Что может задолжать женщина? Посмотрите, какая тут женщина, которая тащит все на себе. Мало того, что на спине и кастрюли, и веники, и половники, и все что угодно, у нее еще и авоська в руках. Напоминает десятку жезлов. Что вы себе задолжали? Сбросить, сбросить вот эти вот все обязательства, сбросить вот эти все заботы, то, как вы трудитесь, вот это все тащите здесь вообще, причем она в брюках еще, в костюме, пиджаке, непонятные волосы в этот пучок. Ощущение того, что вы задолжали себе ощущение женщины. Вот это вот то, что говорилось ранее, про игривость, про какую-то заинтересованность, любопытство. То есть вот это, знаете, какой-то вот флерт, легкость женщины где-то кому-то подмигнуть, где-то кому-то просто сказать, доброе утро. Вот ощутить себя женщиной. Вот вам вот это не хватает. Непонятно, во что вы тут одеты. Может быть, как-то, знаете, сменить свой имидж, либо даже и не менять, а просто вспомнить, что вы женщина, где-то распустить свой волос, где-то поухаживать за собой. Здесь не по отношению к мужчинам, здесь это как раз-таки ваша любовь по отношению к самой себе. То есть не обязательно куда-то идти и для этого одеваться, краситься, сделать это для себя. Для чего? Для того, чтобы вы вспомнили это состояние. То есть здесь акцент у нас идет на состояние. Каким образом вы его будете вызывать здесь? Ну, это уже второе. Важно, что вы себе задолжали. Ощутить, что я женщина, что я не домохозяйка и не клининговая какая-то там компания. Вот. А элементарно, ну, женщина. А почему это? Это как раз-таки связано, вот посмотрите на этот аркан, карту. Это как раз-таки связано с вашей болью внутренней, да, с вашей отдаленностью, с вашим прошлым каким-то опытом. Знаете, когда что-то не получилось и вот эта вот обида, я не хочу разбираться с этим, да, я не хочу копаться в этом. И вот остается неприятный осадок. И этот осадок, он создает вот это состояние, что вы тащите, да, вот вы тащите из этого прошлого своего вот этот вот неприятный осадок, который у вас остался. И то, что с вами сейчас происходит, это некое такое, в кавычках, наказание, да. Я лучше буду одна, чем я снова буду проживать вот эти вот опыты, потому что это все болезненно, это все так и неприятно. И, ну, то есть какой-то вот побег, я убегаю, я игнорирую это состояние. Здесь вопрос не в том, что надо ли вам копаться или нет. То есть не хотите копаться, просто отпустите. Не получается отпустить, значит, что-то там еще держит. И в данном случае здесь какая-то обида. И обида не на другого человека. Обида здесь у меня идет на себя, да, что вы обижаетесь, что как такое со мной могло случиться, как я могла такое допустить в своей жизни. Здесь ситуации разные, но идея такая примерно, что вы обижаетесь на себя, но при этом вы как будто бы, знаете, не понимаете, что на тот момент, когда с вами случилось то, что случилось, и вы вели себя так, как вы себя вели, это было связано с тем, что вы находились на том этапе, на котором вы были, да. То есть те знания, они, и тот ваш опыт, и они помогли вам создать только ту ситуацию, в которой вы находились. Сейчас вы выросли, сейчас вы уже, как говорится, с высоты своего полета смотрите назад. И это неправильное сравнение, это неправильный анализ. Почему? Потому что там вы были вот на этом уровне, а сейчас вы на этом. Безусловно, здесь вы видите больше, но тогда вы не могли большего знать, тогда вы не могли большего видеть. И не надо сравнивать, да, и как-то вот винить, а надо просто понять, что на тот момент вы поступили, даже если впоследствии вы поняли, что это ошибка, да, то есть ну не нужно было так поступать, вы выбрали наилучший вариант, потому что если бы вы могли поступить как-то иначе, безусловно, вы бы поступили. Здесь себя винить, корить в чем-то не нужно. И опять-таки программировать себя на негативное будущее, что если это было тогда, значит это будет и в будущем, то есть это было 1, 2, 10, 20 раз. Это не факт, что это будет завтра. Программируйте себя на что-то лучшее. И вот здесь как раз-таки вот это вот какая-то ваша обида, что-то из прошлого сделала, вот это вот ваша боль, сделала так, чтобы вы закрыли свое сердце, закрыли и закрылись от жизни, да, и вы не разрешаете себе вот этой игривости, легкости, а потребность-то она остается. Здесь вот такая история. Да, вот посмотрите, железная леди, больше мужиков к себе подпускать не буду, никого не пускаю, да, всех проверяю, всех сканирую, не подходи, убью, ну не подходи, поэтому никто ей не подходит. Ну а в душе-то хочется ощутить этот полет, в душе-то хочется этой любви, чувства, внимания, как минимум, да, вот, но страх, страх, вот эта вот скованность все время быть на чеку, чтобы лишний раз не быть опять использованной, но здесь вам нужно понять, что вот то, что с вами произошло, оно сделало вас мудрее сейчас, и вот эта вот ваша, как это, металлическая одежда, которую вы здесь носите, да, она вам поможет не попадать снова в такие ситуации, но при этом помнить, что вы открыты к чему-то новому в своей жизни, да, то есть если это с вами было в прошлом, не факт, что это, еще раз скажу, что это будет с вами в будущем, потому что вы урок уже вынесли из этой ситуации, то есть здесь вот надо себе позволить быть женщиной, банально, я говорю банальные вещи, но вот что карты показывают, так, это у нас с вами была вторая позиция, переходим к третьей позиции зелененькому камешку, так, тройки, что вы себе задолжали, да, сначала общую посмотрим, потом отдельно для мужчин и женщин, что вы себе задолжали, так, движение, результат, выбор, что происходит с тройками, раньше у вас выпадал дьявол, сейчас последние расклады, я вижу, что у вас выбор, все как-то связано с выбором, определяете, все никак не можете определиться, что вы задолжали, ощущение того, что знаете, вот вы как будто бы себе задолжали какое-то определение, да, определение в какой-то ситуации, решительности не хватает, решиться на какой-то выбор и просто двигаться вперед, здесь очень долгое время, вы думаете о том, что знаете, как будто бы анализируете, а что будет, если я выберу это, а что будет, если я выберу то, а как будто бы все хотите просчитать, все хотите проанализировать, и от этого как-то вот не двигаетесь вперед, потому что хотите получить конкретный какой-то результат, который вас интересует, заинтересует, знаете, вот как-то поэтапно вы к нему шли, вот, и думаете, как бы сделать, здесь какие-то вот мыслительные такие моменты проходят, и думаете, как бы сделать так, чтобы я все-таки пришла к своему результату, а не оказалась, либо оказался в каких-то потерях, вот эта вот колода, театр кукол, она настолько для меня, как это, я в ней как рыба на суше, настолько она интеллектуальная для меня, что я не могу включиться в процесс чувствования, у меня включается мыслительный процесс, голова включается, а мне это вообще никак-то не свойственно, тем более в раскладах, хочется прочувствовать, я не могу, вот меня концентрируют, вот у вас здесь тоже такое, возможно где-то хотите почувствовать, где-то хотите опереться как-то на свою чуйку, может быть предвосхитить какой-то результат, у вас не получается, у вас голова начинает доминировать, то есть здесь по сути, что вы задолжали, результат вы себе задолжали, но результат этот получить не можете, потому что вы не двигаетесь, а не двигаетесь, потому что не можете определиться, что здесь за определение, и вообще куда вы движетесь, вот смотрите, говорю, куда вы движетесь какой результат посмотрите одержимость то есть в этой колоде дьявол посмотрите какой человек человек говорю кукла у которой не маска барана да вот она уперлась в эту дверь я хочу я хочу то здесь движение нету причем прикол в том что здесь дверь и эту дверь можно пойти с разных сторон не обязательно ломиться в эту дверь ну то есть если одна дверь закрыта всегда можно ну либо подождать либо найти какой-то другой выход а он туда ломится почему он ломится потому что вот здесь вот есть капуста здесь как будто бы это козел либо там баран не знаю козел козел до ловится чтобы съесть эту капусту и при этом можно ну другим способом вот здесь вот настолько вы одержимы то что я говорю вот этот вот мыслительный процесс который меня происходит а что с чем вы не можете выбрать так в исполнении но здесь а знаете здесь как будто бы энергии не хватает да и поэтому вы знаете ощущением сейчас я вам скажу здесь какие ощущения все-таки я словила это напоминает тот момент что представьте что вы находитесь где-то в пустыне и вот вы взяли вот эту горсть песка и держите и вам кажется что то что вы держите да это настолько вот вам ценно настолько вам нужно и вы не отпускаете это гости из ладони и при этом не обращаете внимание что вы находитесь в пустыне то есть стоит вам только отпустить вот то что у вас есть в руке да то что у вас есть вот этот вот песок безусловно он упадет до через пальцы но вы находитесь в пустыне то есть вы на находитесь здесь вот это вот метафора того что я боюсь упустить вот эту вот горсть песка потому что она мне важна и при этом я не обращаю внимание что я нахожусь намного большей площади этого изобилия того что я хочу вы хотите что-то такое конкретное да вот я хочу именно это и при этом не обращаете внимание на то что вам дайду дают то что вы хотите и намного больше но только вам нужно переключиться да здесь вопрос переключения то есть ваше желание и одержимость им она забирает много энергии почему потому что если я хочу получить то что я хочу я концентрирую всю свою энергию на этом я думаю об этом я никак не могу переключиться на что-то другое я сливаю туда много своих жизненных сил и тем самым я становлюсь обесточенным и мне не хватает вот это вот энергии до для того чтобы я определился это знаете представьте что за вами кто-то гонится и вот он бежит по дороге да я там этот люк люк на дорогах бывает эти люди вот то тот кто за вами бежит он провалился в этот люк вы быстро закрыли это металлическое не металлическая какая-то бетонная да вот это вот крышкой встали на нее но человек там изнутри или топ-то сущность который за вами гонится изнутри она хочет поднять да и никак не может потому что вы стоите вы стоите на 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 этом люке на дороге но и ваши силы все направлено то чтобы то что там есть хочет вырваться чтобы она не вылезла наружу но при этом вы не можете двигаться дальше потому что вы должны стоять здесь я не могу если я сойду с этого места то оттуда вылезет то что у меня хочет охотиться на меня и хочет меня догнать и тогда что я буду делать да и вот и вот вы стоите вот в таком да то есть не сойти с этого люка и побежать как-то вот выиграть время и спастись но либо стоять все время понимаете то есть вы не движетесь вот примерно какая-то такая вот ситуация сейчас происходит я не знаю в какой-то сфере и с чем она связана поэтому что вы задолжали вот в этой ситуации искать конкретной ситуации для себя давайте посмотрим сначала для мужчин мужчина что вы задолжали себе в этой ситуации вот смотрите сидит мужчина на коне он как этот добился главы дракона дракон дракон ассоциации с змеей изменяет а сила на куда линия на виде змеи это сила то есть я я победитель здесь очень напоминает как шестерку жезлов 2 я победитель я как-то знаете победил сам себя и обрел силу вот вам здесь на данный момент вы себе задолжали какую-то свою силу каких-то своих как бы так сказать ресурсов да вот то что я говорила ранее здесь вам не хватает внутреннего внутренней силы внутренней внутреннего ощущения победителя для того чтобы двигаться дальше что еще вы себе задолжали может кто-то действительно задолжал вот так вот провести время со своим ребенком то есть долгое время расслабленности на сила сила когда она есть когда нет каких-либо препятствий вот что я вам показала на двух примерах когда вы ни с чем не сражаетесь вы ничему не сопротивляетесь то есть когда мы сопротивляемся чему-то мы туда силу в свое вкладываем потому что мы туда вкладываем свое внимание а когда мы ничего не сопротивляемся это сила остается внутри нас вот здесь вот примерно такое же его поэтому говорят расслабиться да вот здесь вот картинка с ребенком где отец сидит с ребенком и рыбу ловит то есть вам говорят о том что нужно расслабиться скамы для кого-то может быть действительно переключиться да на природу на отдых на проведение времени с семьей вот но суть заключается в том что вам нужно прекратить чему-либо сопротивляться для того чтобы обрести вот эту силу скажу здесь вам такую вещь человек у которого который сильный он не агрессивный почему потому что человек у которого есть сила он расслабленный он спокойный он находится в безопасности агрессирует только те люди которые чувствуют себя в опасности то есть как момент некой такой защиты ну как правило бывает маленькие например там животные на там собачки либо еще что-то вот они начинают гавкой да много шума создают вспоминайте да моська слоны моська много-много шума создают почему то что она боится моськи боя слону бояться нечего да потому что в нем и так сила присутствует а поэтому он спокойный я в безопасности со мной ничего не будет здесь вот примерно такой же момент у вас есть как будто вы ощущаете какую-то опасность чем связана ваша опасность ну вот она как раз ки связаны с дальнейшим движением посмотрите вот здесь значит изображен олень а облака они как раз таки и изображены в виде дракона виде той головы которую вот на этой карте да вы срезали то есть здесь ваша опасность как будто бы она связана с с вашим каким-то будущем потому что здесь дракон нацелен на будущее вы как будто бы боитесь будущего причем здесь олень да и рога кто-то может быть действительно прямом смысле боится измен вот но и старается может быть удержать своего партнера либо партнер причем это не обязательно будет любовная какая-то тема причем здесь дерево изображено в виде женщины которая сидит здесь вот как будто бы чего-то нового вы боитесь чего чего нового конкретного вы боитесь вы боитесь реализации своих идей посмотрите мальчик сидит он держит самолетик и он играет да самолет это всегда про реализацию наших желаний вы как будто бы боитесь реализовать свои какие-то желания с чем связано это это опасность ну вот смотрите на этой карте изображено много крови потери на выводите что я вложу много силы много трудов много как-то вот может быть даже финансов и я не получу тот результат который я хочу что еще знаете есть какой-то такой страх что я вы как будто бы привязаны какой-то своей стабильности на каком-то постоянство что-то вас удерживает не знаю может быть есть какие-то обязательства перед семьей вы не можете как-то рисковать но при этом понимаете что нужно да то есть вот в этом деле нужно как-то рискнуть а я боюсь здесь есть какая-то привязанность к стабильности есть какие-то страхи да как будто бы защищаетесь от кого от чего вы тут защищаетесь но смотрите опять опять дракон до каменный и мальчик восхищается ну как для него кумир этот король на потому что здесь памятника короля статуя короля да вот здесь как будто бы у вас есть давайте так скажу у вас есть какая-то идея который вы хотите реализовать но возможно обязательства либо перед семьей либо какие-то страхи о том что у вас не получится здесь ощущение того что вы как будто бы либо замахнулись на что-то такое большое грандиозное и из-за того что вот знаете как мы говорим глаза боятся руки делают вот здесь вот ощущение того что вам вот эту большую вашу цель то что вы хотите ее просто нужно раздробить на маленькие более доступные шаги и просто совершать эти шаги потому что пока вы видите вот это вот грандиозность да перед собой вам кажется что это нереально не знаю там заработок хотите себе к примеру там я не знаю там сто тысяч там пятьсот тысяч в месяц вы понимаете что это не получается но не получится а если взять и разбить вот этот вот заработок как вы его можете получать какие шаги маленькие нужно сделать утащение того что вот это вот до тех пор пока вы смотрите снизу вверх на то что вы хотите вы вы этого никогда не получите от вас будет пугать но вам нужно раздробить вот это вот путь от того момента где вы находитесь к тому момент куда вы хотите прийти на маленькие какие-то шаги этапы и просто понемножку делать вот эти этапы не смотря на большой то есть знаете вот я сделал шаг и смотрю насколько меня это приблизило нет это вас будет наоборот как-то вот опустошать будет вас останавливать димать демотивировать вот вам надо просто сделал шагу ки идем дальше сделал шаг в конечном итоге шаг за шагом шаг за шагом вы придете то есть не успеете обратить внимание как вы уже пришли как-то к своей цели но здесь из той точки в которой вы находите сейчас туда куда вы смотрите вам это кажется вот как-то ну нереально нереально так и поэтому вы себе задолжали вот эту вот силу о которой я говорила да которая поможет вам как раз таки решиться здесь решимости не хватает готовности вам не хватает на на то чтобы двинуться туда куда я хочу а когда нет готовности это показать для того что либо вам не нужно вообще то есть вам здесь может быть стоит пересмотреть свою цель либо вам не хватает какой-то информации о том как я смогу это достичь то есть если бы не хватает знаний либо вам не хватает понимание того что а нужна ли вам вообще это цель потому что когда есть какое-то сомнение это неготовность а если вы не готовы то может быть вам это и не нужно женщины что что вы себе задолжали в этой ситуации так что вы задолжали себе в этой ситуации какая у нас там ситуация тоже за что вы держитесь как вы считаете вот 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 по этой карте что вы себе задолжали там где и знаю как по-русски называется по-гречески это называется кориатрида которая держит вот это вот памятник да ну то есть поддерживает и два голубка вот здесь вот на преступке как называется правильно воркует и она на них посматривает что вы себе задолжали но вот примерно аналогично то же самое что и мужчины знаете как-то переключиться мне хочется сказать от того на чем вы зациклены переключиться того что вы держите да и как-то вот высвободиться но дело в том что это все-таки статуя и а статуя она мраморная да то есть она неподвижная она не может ну не не хватает жизни то есть вот здесь вот такое чувство что вот вам какой-то жизни не хватает может быть кому-то отношений действительно не хватает может быть вот чувство влюбленности может быть здесь ощущение не хватает вот она какая-то закаменелая да вот здесь вот камень твердость твердость может быть не хватает какой-то более знаете человек замер Вот ощущение того, что здесь памятник или статуя мраморная, она замерла, она не живая, у нее нет возможности, у нее жизни не хватает. Вот вы себе как будто бы состояние полета, жизни, свободы, вот вам вот этого не хватает. Что вы себе еще задолжали? Вот я сказала, вот посмотрите, свобода, полет, творчество, реализация. Сейчас я карту подниму, посмотрю, сколько там времени. Не вижу, ладно. Не хватает, не хватает каких-то фантазий, мечтаний. Я изначально сказала, что слишком в голове, слишком в голове, больше прислушиваться как-то к сердцу, здесь бабочки, здесь каких-то перемен не хватает. В чем именно перемен? Причем смотрите, как забавно, у мужчин у меня выпадали драконы, и здесь у вас выпадает дракон. Прямо забавно. Каких изменений? Девочка здесь ведет своего белого дракона, да, свою душу. Ну, то есть она как будто бы в единении. Больше слушать себя, больше слушать свои состояния. Знаете, хочется вспомнить, что вы... Девочка, ну здесь вот как-то больше обратить внимание на душу. Здесь не про женский архетип, а здесь больше про состояние вашей души. Вот какой-то весны, красок не хватает. Как-то, знаете, как будто бы... Ваше состояние внутреннего ребенка, вот оно нуждается какого-то внимания. Знаете, какие-то детские ваши качества, да, беззаботности, легкости. Причем это связано как-то даже еще и с прошлым. Вот вы из прошлого это как-то тащите. Может быть, здесь какие-то сценарии, да, вы прорабатываете, ну, нужно ли бы вам проработать. Как-то из прошлого, что вот вы не можете себе позволить какую-то... Здесь не про легкость, а здесь, знаете, вот красоту жизни, что ли, увидеть. Как-то... Беззаботность. Вот вам не хватает беззаботности. Вы как будто бы очень много работаете над собой, да, во всем видите вот это зазеркалье, да, что люди, это мои зеркала, много очень работаете над собой. А здесь, наверное, надо этот момент как-то отпустить, да, более проще, что ли, относиться. Не так, не так мудренно. Вот здесь какие-то мужские моменты, да, анализа, логики. Кстати, если мы говорим про мужское мышление однозадачное, у них намного проще, да, то есть они не углубляются, они решают задачи по мере их поступления. Вот, и если можно как-то упростить, вот они упрощают задачу, а женщины, они усложняют задачу. Здесь вот вам какое-то упрощение вашей цели нужно, да, найти какой-то вот подход в той ситуации, в которой вы оказались. Более проще упростить, посмотреть, как это можно сделать легче, более поверхностное, то есть не углубляться. Здесь, может быть, такие моменты тоже. Вы слишком углубились, слишком... Вот, смотрите, здесь девушка, которая как раз-таки нашла оклад. То есть, и она смотрит назад, да, с оглядкой назад, что вдруг кто-то заметил то, что она делает, да, может у нее забрать. Здесь ощущение такого, знаете, как будто страха, что кто-то у меня заберет то, что принадлежит мне. Вот здесь вот такие моменты тоже могут быть. Страх потери. Страх потери, я сказала, смотрите, вы как будто бы связаны, да, с кем-то по рукам, по ногам. Здесь привязки какие-то могут быть. Здесь сценарии. Вот мне иду чисто сценарии. Спрашиваю, с кем у вас тут привязка. Вот смотрите, вы хотите как будто бы соединить то, что уже разрушилось, да, то, на чем... То, что нужно уже отпустить, вот это как будто бы аркан башни. Не склеивай то, что... Ну, да, безусловно, вы эту вазу сможете склеить, но она не будет так, как была раньше. Все равно на ней будут видны трещины. И здесь эта карта как раз-таки говорит о полете, да. То есть вам нужно ощущение... Здесь ощущение свободы. Ощущение свободы. Вам не хватает ресурсов, вам не хватает энергии, потому что вы с чем-то либо связаны, либо к чему-то привязаны. Здесь вот какие-то стабильность присутствует, невозможность дальше двигаться, а потому что есть ощущение несвободы. Вот вам здесь, вы себе задолжали вот это состояние свободы. Когда я говорю о том во всех позициях, я говорила о том, что вы себе задолжали, здесь разного рода состояние вам необходимо. Если вы их можете получить как-то вот своим образом, да, получайте. Здесь не хватает полета, здесь не хватает вот свободы. Потому что я говорила, вот это вот, ну, знаете, вот беспечность какая-то, беззаботность. Потому что слишком, слишком все связано на данный момент. Слишком вот эти вот много взаимосвязей в достижении вашей, вашего какого-то, вашей желания, либо вашей цели. Вот вы привязаны к чему-то, вот надо как-то высвободиться. Я не знаю, вот здесь вот какой-то свободы. Отрезать какие-то связи, отрезать какие-то каналы, кому-то отказать, прошлое отпустить. Здесь много чего нужно сделать для того, чтобы вы внутри себя почувствовали вот эту свободу. вот, чтобы вы почувствовали себя успешно вот на этой сцене, что я в центре внимания, я прекрасная, я красивая, все мной восхищаются, а я пою песню своей души. Здесь уберите все, что ограничивает вашу свободу. Вот так я могу сказать. Это вот ваши внутренние какие-то ограничения. что я не свободна. Здесь много обязанностей и привязанности к людям, привязанности к ситуациям, запутанности, много чего запутанного. Слишком, я говорю, то есть во всем вы, например, разговариваете, видите в других людях, что они мое отражение, а я их отражение. Мне надо себя так вести. Ну, то есть заморачивайте, давайте так скажу, заморачивайтесь даже в тех моментах, где вообще заморачиваться не надо. Как говорил Фрейд, иногда цигара – это просто цигара. И не надо что-то искать. Очень много здесь. Здесь много разных связей. Если есть здесь сценарий, здесь не один сценарий. Здесь много разных сценарий, много разных убеждений. Здесь разнообразие, и вот оно как-то вот все связано. Это, знаете, вот как одна комната, а из этой комнаты выходишь в другую комнату. И ты не можешь прийти в конечную точку, если ты не пройдешь вот через все и весь этот лабиринт. Возникает вопрос, нафига вы вообще туда зашли? Выйдите из этого лабиринта, идите нормальной дорогой. Что вот вы вот это вот все бороздите? Зачем вам это надо? Да. Вот такая вот у меня была третья позиция. Сейчас я ее прикрою для девочек таким цветочком. Вот. Для мальчика безмятежности. Хочу поблагодарить вас за то, что вы прослушали расклад. За ваши лайки, за ваши комментарии. Вообще всевозможная активность, которая присутствует на Ютубе, она помогает продвижению роликов. То есть большее количество людей смотрят. Ютуб четко отличает, где есть активность. Эти ролики он продвигает. А поскольку вообще сами по себе ролики про самопознание, вот все, что связано с психологией, как-то не очень-то востребовано. Ну, не те темы. То любая активность, она помогает. Поэтому я буду вам признательна за любую движуху на своем канале. А я с вами прощаюсь. Всем пока-пока.